наши и продолжает программа леона вайнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он очень хочется верить что интернет нас не подведет вас похоже там силиконовая долина весь ваш калин калифорнийский band with съедает ну да что такое странное происходит у нас вчера с ночь было с электричеством отток слава богу часто назад включилась так что я могу с вами разговаривать во всем остальном вроде нормально пока что еще все-таки они там в северной калифорнии горят а у нас до южной пока не добралось ясно ну что есть очень горячие темы такие ну как скажем события в афганистане гибель американских солдат в афганистане и вообще вся эта идея я вот когда об этом думаю я не знаю не буду забегать вперед давайте-ка ваш взгляд на эту ситуацию и на то что происходит вообще в политике но тут плавно перейдем от ситуации в афганистане к реакции внутри соединенных штатов и может быть какие-то прогнозы на будущие политические события но знаете мне где-то часа полтора тому назад со мной связали значит московский канал там в российский канал 24 называется с одним вопросом их интересовало они пытаются понять каким образом так случилось значит ну там там кто-то злорадствовал там кто-то там еще что-то но ко мне они обратились с очень конкретным вопросом и говорят вот скажите как вы думаете как так получилось что америка действовала прямо против своих же собственных установленных в армии в дипломатии в во всем остальном протокол ведь они обучены ведь у них мышление определенное как можно было сделать в афганистане все противоположно и под все они я думаю имели в виду вместо того чтобы там сначала там уничтожить документацию все пускать вывести или уничтожить все то что не должно попасть чужие руки потом так сказать гражданских лиц вывести потом вывести возможности все оборудование там которая военная там какой-то еще который стоит денег который не хочет попала руки к врагу да и только после этого убирать оттуда заслон солдата до этого таскать долбать 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 чтобы не подошли даже близко у нас такие силы есть самая большая армия как получилось так что вместо этого мы взяли сложились увезли всю защиту а потом дали возможность а талибам шмали вам неважно кому искать на самом деле 60 тысяч бородатых дядек с берданками да по сравнению с нашим оружием вот были в них берданки там хорошего там к далеко бьют это пердан я посмотрел на фотографии в этих старых разбитых машинах они едут там грузовиках каких-то которые со времен второй мировой войны больше никем не использовались там по ухабам да развивающиеся бороды там счастливые лица и вот когда они меня это спросили то я вот первый у меня был ответ который пришел я думаю что он инстинктивно правильный ответ был такой потому что профессионалам не давали принимать решение потому что и планы построены были чисто политиками идеологами даже не политиками да и как их применять и все что говорили профессионалы отметалась как таскать там ненужное плохое это не годится и все то есть делалось все по тому как идеологи не имея ни малейшего понятия о том как такие операции происходит и прочее делали а потом что они говорили когда они впали в паник вот это то как это все произошло с одной стороны планы были построены идеологами с другой стороны полностью от метались значит все те сообщения там высказывание идеи предложения и тому подобное которые давали профессионалы а потом когда начала рушиться они пали в панику и стали давать еще более идиотские приказы и и распоряжения значит из этого следует следующее а значит косвенным подтверждением а того что я вот сказал российскому каналу а является то что ни одна голова не упала я имею ввиду никто не полетел со своего места правильно не в армии не в пентагоне не в министерстве дефенс министре министерстве обороны да это разные организации не в миде которые как бы должны были проводить переговоры там со всеми сторонами для того чтобы не допустить чего-то и прочее да не в разведках разведки которые должны нам все время объяснял байден и другие его деятели что они никогда даже не думали что такое может случиться как это они были увидим докладывали что не меньше пяти месяцев продержится режим режим в который мы вложили триллион продержится не больше пяти месяцев против 60 тысяч бородатых мужиков значит господа уже что-то ужас уже тут подмосковь как он падет за пять месяцев ну ладно допустим им говорили что пять месяцев он продержится а он не продержался и пяти дней вот а теперь то выясняется что чередой и цру и военная разведка и командиры наши с мест и руководство называемый афганской армии нато то что послала дата сказать туда да наш тоже генерал был и все остальные включая шпионов которые там у нас естественно были в талибане и там и ся да докладывали что армии практически нет что это фикция но на бумаге армия имеется ввиду этого самого армии афганской которые мы обучали да что оборудование просто так стоит никто не собирается пользоваться что то либо и практически договорились уже давно со всеми а сдача потому что это не они не захватили страну они просто по давно договорю по договоренности в тот момент когда американцы убрали заслон солдатская а все страна обратно наш вот так вот если бы кто-то из них совершал какие-то ошибки если кто-то из них действительно лгал да или действительно проявил профнепригодность то давно бы нам на блюдечке приносили голову этого человека этих людей искали смотрите что эти гады сделали нашей родине а ведь смотрите что происходит ничего подобного не происходит это означает что не за что люди если ты людей начнешь искать налево-направо косить они тогда вытащат свои донесения и скажут это обман это вранье я говорил значит говорил докладывал там и тому подобное предлагал а с предостерегал умолял значит значит что все решения принимались на основании идеологических идей а это логика это у меня получается да политических каких-то воззрений которые люди рядом находящиеся с байденом и которые де-факто управляют страной никто не может поверить что байден управляет страной или камал ахкадис управляет страной не дай бог да вот кто-то этой страны управляет значит это не обязательно один человек от некая группа людей так вот может быть там в главе с обамой может было с кем-то еще мы не знаем но кто-то этой страной управляет а байдена да время от времени как вот этот самый джек и бокс выскакивает произносит там 10 или 15 минут написанную ему кем-то речь делает в ней два десятка ошибок а потом как только кто-то кричит вопросы быстро-быстро значит он открываются двери и он либо сам убегает либо выталкивают скорее за дверь и закрываются и больше все закончилось либо кто-то другой выходит и не отвечает на поставленные вопросы даже их собственных журналистов их собственных продажных продавших души дьяволу журналистов они тоже уже перестали отвечать вот значит то что произошло у нас это колоссальное крушение идеи того что идиот не могут управлять стороной страной управляет управленческий аппарат который направляется как принимается решение в нормальном состоянии тебе докладывают тебе дают и ту и другую сторону и ткать в боль во время больших проблем больших решений ты делаешь как говоришь так ты ты за это поэтому создай группу и защищай эту точку зрения ты прямо противоположную создай группу со защищать завтра встречаемся в девять утра вы мне друг друга пытаетесь бороться друг с другом защищая свои точки зрения из чего задавая вопросы послушая ответы от той другой стороны ты принимаешь решение да во главе должен стоять политика не военный да хорошо бы чтобы этот политик соображал что-то в менеджменте когда-нибудь этим занимался а не просто сидел на трибунах и трепал там языком или или в каких-то комитетах голосовал и как сказал когда-то министр вооружение министр обороны во правительство обамы он сказал что байкан это человек который поразительно за 50 лет своей работы в значит конгрессе в сенате и вице-президентом ни разу не голосовал за решение которое потом истерично исторически оказалось бы правильным он сто процентов времени принимал неправильные решения вот вот этот человек руководит сейчас нашим как бы руководит нашим государством сейчас но я к чему похоже там этого не происходило похоже там сидела группа каких-то 25 летних или там двадцати семьи может быть ли пацанов и девчурок которые известны тем что они воровали голоса во время выборов и этим возвысились или чего-то еще делали какие-то трюки придумали вот за что и коптировали и посадили в белый дом они принимали решения о нашем существовании и сказать это нам никто не может вытащить их нельзя они не должны вообще принимать никто не такие общих ты им давал власть никаких решений не должны были принимать вот по этому поводу руководство нашей страны сейчас играет в эту игру все виноваты особенно виноват трамп трамп виноват вот господа можно уйти из страны запланировано с точки зрения и разведки и и военных и дипломатов и тому подобное поэтапно все делая как надо все охраняя и делая это в тот период когда талибаны спят у себя в кишлаках значит наверху это до мая а начиная с июня они активизируются и уже три-четыре тысячи лет каждое лето они выходят на тропу войны с кем-нибудь воевать это у них занятие такое сначала в кишлаках там скот пасти не знаю там выращивать что-то может быть да а потом все мужики собираются берут свои берданки и пошли друг с другом воевать или там отжимать скрыть поле маковое там или нападать на кого-то там или там женщин воровать где-то в каких-то населениях или там за власть бороться или чего еще такое вот можно было взять и вот в этот период когда и наиболее активны в этот период не договорившись с ними ни о чем не приняв никаких решений не обеспечив безопасности нашим нашим людям уже не говоря о том что не обеспечив безопасности людям которые сейчас просто всех казнят всех выловит уничтожат это люди которые нам помогали в течение 20 лет вот там то есть поверили в то что американцы принесут либо другую жизнь либо защитят их если не дай бог что-то случилось на несколько сотен миллиардов долларов вооружения с последнего уже не великолепного который сейчас табальт талибаны просто больше 10 лет с того что будут все это распродавать они станут самым большими торговцами в мире нашего вооружения мы посмотрим как в наших солдат и в наших мирных граждан и в израильтян тоже летят ракеты изготовленные здесь в на заводах соединенных отходить вот и все это увидим потому что группа подонков собралась в белом доме захватив власть и абсолютно не умея управлять страной не имея них никакого сомнения никакого умения это делать вообще никакого опыта это делать они вот управляли нашей страной и вот они заканчивают уже эту длинную свою речь они также на управляли на границе с мексикой что у нас 2 и 4 миллиона человек в этом году зайдет и из которых от 15 до 30 процентов больны ковидом и они борются с ковидом у нас инфляция идет было в начале года 5,9 процента сейчас уже черти сколько они скрывают цифры я посмотрел старые машины там уже продаются на 40 с лишним процентов дороже да там гостиницах номера на 70 процентов дороже полеты уже так сказать на 40 процентов дороже и того подобное они нам все говорят что у них инфляция подумаешь инфляция у них подумаешь она у нас она бьет по нам а не по ним по ним они просто все увеличивают зарплату или воруют еще кусок из того что они у нас отобрали вот они разбазарили страну они расшатали устои среднего шага америке они морализации деморализовали армию заставляя ее заниматься критической расовой теории вместо того чтобы заниматься тем учиться как уничтожать врага вот очень развал идет на таком кошмарном уровне но как я сказал вот одно хорошо из всего этого да вот народ находится на самом деле в состоянии спячки всегда и вот вот сейчас мне кажется все-таки из-за афганистана из-за того что кадры афганистана будут все время появляться даже средства массовой информации которые на службе у дем партии отдел пропаганды дем партии наши сми да они не будут стараться не показывать но они вынуждены уже уже байдена гробят даже свои свои имеются ввиду не демократы не ни в коем случае да они сидят и тихо дрожат как бы их не выгнали вот а средства массовой информации даже даже cnn даже msnbc уж на что-то сказать грязные твари и подонки но все равно вынуждены показывать и качать головой и говорит да это было не ну конечно трамп виноват но байден тоже не очень хорошо что-то сделал это вот положительное из этого ваша народ если через год у нас выборы да ну выбор еще через год на будет искать подготовка к выборам уже через год идти и я очень надеюсь что народ запомнит то есть то есть талибан и калибы и аль-кайда не дадут нам забыть что произошло и вот тогда этих которые вот сейчас пришли к власти результате с моей точки зрения подтасовок как минимум в средствах массовой информации и на на всяких там ютюбов твиттерах и тому подобное это что что они проделывали то что они фашистскую деятельность там вели которые пришли к власти сейчас вот их погонят я надеюсь поганой метлой и тогда тогда как следующий президент трамп или трамп как следующий президент будет нас выводить из этой кошмарной задницы я не знаю но если если этого не произойдет в двадцать втором двадцать четвертом году вот чтобы всех нахрен их выгнали да я не знаю как мы теперь сможем из этой ямы выбраться потому что внутри страны они 5 триллионов долларов сейчас у нас воруют а снаружи стране полностью разбили боязнь америки уважение к америке какой-то аппетит перед америки полностью разбили на всем земном шаре и теперь с двух сторон и внутри и снаружи это просто катастрофа это был плохо ужасно на сегодняшний это уже катастрофа вот господа только стройными рядами в двадцать втором году на выборе поганой метрой поганой метрой но это скорее всего относится к тем кто понимает что происходит но в силу каких-то обстоятельств я не знаю лени апатии не идут голосовать вот если они поднимутся пойдут голосовать потому что судя потому что там 40 с лишним если верить опросам общественного мнения 40 там один или сколько процентов по-прежнему одобряют его деятельность это по-моему люди которые я я даже не знаю ну да 40 до 41 42 процента по вопросам я единственное кому честно говоря поверил трассу потому что там несколько предыдущих раз они были если не точно то самые близкие в действительности а вот они говорили прошлый раз 42 процента и меня все поразило это цифра то есть из 42 продаж откуда надо объяснить нашим слушателям что такое 42 процента был опрос расмуссона как вы относитесь к тому как байден и его команда провели выход из афганистана очень плохо плохо ну типа никак никак не отношусь дальше значит хорошо очень хорошо вот 42 процента проголосовала за хорошо или очень хорошо 55 плохо или очень плохо ну и 3 процента сказала чертся это не знаю что такое афганистан да ну всегда есть такие это не всегда 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 есть люди которые чего происходит там такое какое-то ко мне это имеет отношение а никакого но то что 42 процента знали о том что происходит сказали что да мы в курсе того подобное считает что байден хорошо все сделал это 42 процента вот это вот совершенно сумасшедшие отмороженные либо сукины дети я даже не знаю вот но еще не забывай серьезно что а очень сложно расставаться с иллюзиями мечтой иллюзии какой-то вода убеждениями вот людей уговорили что трамп плохой а тот кто пришел вместо него вон там замечательный хороший вода вот сейчас пришел байден и вот теперь там и будет вот теперь раньше сказать еще с тем что он делал на границе еще можно было объяснить мы должны помогать несчастным силам там люди очень любят помогать особенно когда это не из их кармана да вот а там еще какие-то вещи их не касались а здесь вот это что происходит в в афганистане она может быть их не касается сто процентов вот сейчас сейчас да но это американцы не любят когда наших солдат бросают на съедение и когда ничего не делают для того чтобы их а вытаскивать наши американцы вообще-то не любят сейчас не говорю про отремя по всякой которая плевала на все им главное получать бабки тех кто дает больше баба за того буду голосовать и пошли вы все подачи если такое отрыве да но достаточно много демократов там типа там всякие там члены профсоюза и того подобное голосование просто потому что профсоюз сказал что ребята давайте голосовать там потому что вот это вот более честно вот там плохое это вот хорошая это вы и вообще-то сказать справедливость будет восстановлена когда там и т.д. вот вот эти люди начали проснулись проголосовали заснули обратно и вот сейчас с моей точки зрения не должны пробуждаться но вот мы говорим о том что 42 процента идиотов но не забывайте господа что все-таки с 55 процентов сказала что плохо или очень плохо этого достаточно для того чтобы вывести любое правительство откуда угодно это когда это кто из-за чего сейчас очень похоже байдена сдают потому что посмотрите что что пишут газеты всякие журналы которые только что писали о том что байден вообще-то сказать свет в очах а а трамп ужасен а не пишешь трамп ужасен потому что это вот все время говорит левое левое все время говорят продолжают ну ну сложно трампа конечно обвинить в том что он не договорился с талибами или что он вывел войска из до того как он там выверг вывел кого-то он очень сложно но никакого можно идиотов угодить чем угодно но но все-таки дескать тому совсем ты чек не совсем идиот то но ты должен на секунду задуматься и сказать секунд даже нельзя было солдат оставить еще там на две-три недели вывести за это время там кого-то или начать вывозить не солдат а скажем гражданские лица и и оборудование и сжечь там бумаги и жить биометрическое оборудование и сжечь это и уничтожить вот это нельзя было просто две недели подождать то есть как бы к трампу это уже отношение не имеет я очень надеюсь что вот 55 процентов превратятся в 60 65 и что и что мы это увидим двадцать втором году когда люди пойдут голосовали голосовальным уровнем если они пойдут по что сейчас опять прослеживается попытка запретить ходить на голосование а всем отправлять это по по почте именно с этим но с этой целью и опять нагнетается обстановка с болячками вы абсолютно правы в том случае если эти 55 процентов пойдут голосовать это одно дело вот я в чем я более уверен так это в том что вот эти 42 процента отмороженных пойдут голосовать за своих вот эти точно пойдут а вот что касается 55 процентов которые понимают что так продолжаться не может я не уверен что все из них пойдут голосовать что касается журналистов это интересно вот он действительно убегал все время или уводили выталкивали последний раз когда он делал ремарку по поводу афганистана он начал с того что от меня проинструктировали я должен ответить на вопросу такого-то журналиста возникает вопрос это кто ж тебя инструктирует отвечать на вопросы этого конкретного журналиста это было замечательно фантастика потому что этот журналист получил от значит близких к байдену людей вопрос который он должен был задать на и байден подготовили ответ теперь что касается я я не знаю но мне почему-то не верится что это были допущены ошибки но я не могу себя убедить в этом что вот то что произошло в афганистане это ошибка ведь собирался кабинет очевидно присутствовали руководители и министерства обороны и разведок так далее витаме сидят не идиоты там ведь люди которые дослужились до звания генералов которые потом по 30 лет в армии служат и знают тактику и стратегию и для них это все не новое и поэтому заподозрить их что они допустили такую роковую ошибку я не ну я не могу себя в этом убедить на мой взгляд это спланированная акция абсолютно спланированная кем-то руководимое направляемое и поэтому когда слушаешь пресс-конференции представителей пентагона чувствуется они 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 пытаются оправдать то что произошло и как бы и признают себя идиотами и они не хотят этого делать но они вынуждены это делать и по моему это все-таки спланированная акция потому что сдать авиабазу в баграме это это как же до этого можно было додуматься и кому пришла такая гениальная идея в голову кроме как скажем по питмастеру который стоит управляет дергает за веревочки это продолжение диалоги это продолжение вот той администрации которая была байден и обама это как они создавали айсис как они торговали оружием ситу в бенгазе вы помните то что произошло позволили убить посла потому что должны были скрыть свою преступную деятельность они продавали они вооружали айсис они продавали туда оружие и чтобы это все дело замять они позволили убить стивенса посла и я думаю что этот продолжение той же самой политики то есть кукловоды остались те же несмотря на то что фигуры там скажем поменялись в белом доме а кукловоды остались те же это это запланированная акция по перевооружению исламистов на 85 миллиардов долларов мы их вооружили то есть как вы справедливо заметили они бегали с берданками а теперь а теперь они бегают бегают имеют колоссальное совершенно да да имеет колоссальное совершенно вооружение мы с вами ли он давайте мы сделаем небольшой перерыв буквально на несколько минут прервемся послушаем рекламное объявление после чего вернемся обязательно продолжим но мы возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла и вот относительно того что вы сказали стали жена давайте наверное напомню номер телефона и примем звонки если вы не возражаете 847 4005 200 добрый день пожалуйста в эфире добрый день леон знаете вот когда я слышал еще выступление байдена перед этими взрывами он говорил что его главная цель это защита американских солдат значит когда человек который такие вещи говорить не понимает что главная проблема плохого руководства армии это плохое руководство это не солдаты будут гибнуть от того что они плохо воюют это будут гибнуть от того что и неплохо командую так вот что мне напоминает вот это бегство жуткое бегство мне это напоминает первые дни великой отечественной войны и вот там так поймите вот там тоже были профессионалы генералы которые сидели которые разрабатывали планы которые докладывали Но была великая идея сверху, и было жесткое руководство сверху, которое сказало, нет, будет так, как я сказал, а я сказал, как я понимаю это дело. Чем это все закончилось, мы все знаем. Понимаете, и вот когда вы сейчас говорите о том, что вот 55% против, а может быть еще больше, понимаете, вот эти люди, которые все это скомандовали, которые все это сделали, они ведь тоже, наверное, не дураки, они должны были понимать, что у людей, у большинства людей, американцев это вызовет идеальное возмущение, и они будут как-то пытаться изменить то, что есть. И если они на это, как говорит Сергей, познательно подготовили и пошли, то получается, что им безразлично, 55% будут голосовать против, если 95%, они настолько уверены, что они все равно останутся у власти, то получается, вообще никакого выхода нет. Вот такое у меня мнение. Поэтому я не верю, что это подготовлено заранее. Нет, это действительно была какая-то идеологическая подготовка, но просто не ожидали, что вот так вот она способна. Ну, смотрите, значит, ваша логическая цепочка, идущая через это сделано специально, приводит к вас к тому, что значит они знали, как будет реакция, значит они подготовились и значит просто. У меня просто другая цепочка, я с вами и с Сергеем не согласен. Я не считаю, что это специально подготовленная диверсия для того, чтобы там и тому подобное. Я считаю, что это фантастическая некомпетентность, наглость, уверенность, что я понимаю лучше, чем вообще все вы, вы идиоты, а я сейчас, так сказать, я же понимаю, как сделать мир счастливым. Надо просто отнять одного, поделить между другими, и все будут счастливы. Вот на этом же уровне идиотизма эти слезливые, там, я не знаю, там, романтичные профессора или выпускники университетов, они действовали. А мир, он не американские выборы, мир другой, и в мире есть жесткость, и слабость не прощают, и не понимают ее. И даже если ты там, сказали тебе, да, да, конечно, а потом ты повернул спину, и если он, может, всунут тебе нож в эту спину, то они туда всунут. Как бы ни удивлялись те люди, которым этот нож всунули в спину. Поэтому я думаю, что это фантастическая некомпетентность, и это вылизывание задницы политическому руководству тех новых руководителей разведок и министерств и тому подобное, которые, потому что все знают, что они сидят на своих местах только потому, что вот, так сказать, вот эти полубоги им разрешили. Ну, посмотрите на нашего министра обороны. Ну, чем он вам напоминает нормального министра обороны? Мне ничем. Может, он на каких-то должностях сидел? Ну, с моей точки зрения, это абсолютно, так сказать, идеологический ставленник, который пришел в армию и сразу же стал заставлять офицеров и солдат проходить курсы по расизму. Да? Ну, а какой он к черту министра обороны, если он основной своей деятельностью, так сказать, переделывание российского и гомофобического подхода в нашей армии? Нет, это не самая главная задача армии. Главная задача армии совершенно другая. Вот. Начальники штабов подавали какие-то докладные записки и тихо сидели. И говорили, ну, если они не принимают решения, я прикрыл свою задницу и я послал докладную записку. И т.д. А там наверху разбушевавшиеся вот эти вот социалюги, глобалисты, они, исходя из своего понимания того, как устроен мир и как действуют люди, и ребята, давайте жить дружно, и т.д. Из этого вот они устроили то, что они сейчас устроили с Америкой. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день, Сережа. Добрый день, Леон. Я с интересом слушал, и, значит, две точки зрения я услышал. Одна, самая такая антибайденовская, это то, что он предатель, мерзавец, который хочет разрушить Америку. И ваша точка зрения, Леон, которая у нас самая пробайденская, что нет, ну что, он не мерзавец, он не хочет разрушить Америку, он просто болван и ничего не понимает, что делает. И я не знаю, с какой точкой зрения я согласен, но наверняка с одной из двух. Но я должен сказать, что когда байденовский начальник Обама в 2009 году выводил войска из Ирака, он тоже это сделал резко, с тем, чтобы максимально нанести максимальный ущерб американским интересам. Тогда Джордж В. Буш вел переговоры с тогдашним начальником, переговоры были длинные, они не закончились. Потом пришел Обама и сказал, упс, мы выходим. И после этого начал, то есть он ушел самым неудачным для Америки образом. Может быть для Ирака тоже, может быть нет. То есть на основании этого, я думаю, что это у них тенденция. Делать вывод войск самым неудачным образом для своей страны. И я, но при этом, я также думаю, что он понимает, что делает, потому что, вспомните, Бенгази, где погибли, ну Сережа говорил про это, произошло в августе за несколько недель до выборов, и Обаму все равно переизбрали. Вот этот кошмар происходит за три года с лишним до выборов. И вероятность того, что об этом все забудут, или газеты будут три года говорить, что во всем виноват президент Трамп, как наш, как он назвал Трамп, Surrendering Chief уже говорит, что Трамп подписал какое-то там соглашение, которое не было binding. Но три года людям будут говорить, что во всем виноват Трамп, и об этом все забудут. То есть я считаю, что наш главнокапитулирующий знает, что делает, и на мой взгляд, он все-таки все это делает умышленно. И если вы не против поговорить о чем-нибудь более приятном, мне интересно услышать, что вы можете сказать. Опять-таки, я не хочу переводить тему, но если будет время, я бы хотел от вас услышать, что вы думаете про рекол в Калифорнии. Спасибо, до свидания. Ну, а высказана, так сказать, своя точка зрения, мы как бы все это обсуждали уже. Можно согласиться с тем, что это заговор, можно согласиться с тем, что это некомпетентность. Я свою точку зрения уже высказывал. Насчет менять тему или какие-то другие темы брать, Сережа, это ваше прерогативо. Я не уверен, что многим в Чикаго и в Леносе интересно, что происходит в Калифорнии. Пока ничего не происходит. Делаются все попытки для того, чтобы не переизбрали, чтобы он остался на своем месте. А попытки грязные, некрасивые, противные. Но мы их ожидали, естественно. Да, ничего нового. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, спасибо за ваши интересные передачи. Очень интересный рушек Леона. Я хотел бы добавить, если он со мной согласится, в том, что, вы знаете, я вот думаю, что левая пресса, они по поводу того, они сейчас просто сливают Байденом, потому что кто-то дал отмашку. И лакомство и бумажка к этому служит, значит, поведение нашего вайс-президента. Когда была плохо с южной границей, она улетела год и мало. Когда плохо с Афганистаном, она улетела, допустим, в Вьетнам. То есть она как бы себя отстраняет от этого всего, потому что я в этом не виноват, я в этом не участвую. То есть по поводу того, это идет к тому массовое сливание Байдена. И уже даже Крэм, он, допустим, он республиканец, он выставил предположение, чтобы сделать импичмент, допустим, Байдену. Хотя, если так рассмотреть, он должен быть импичен. Потому что если Трамп был импичен, то то, что там позвонил куда-то в Украину, и там ничего не было, его там уже импичили за это. Так вот это провал, так вот действительно нужно импичить. Я так смотрю, что куда по этим, сопоставляя факты, я думаю, что как себя ведет Байдену, она по поводу считает, что скорее всего он будет импич скоро. И поэтому она себя отстраняет, улетает или куда-нибудь себя вдалеке, вдалеке места, чтобы себя отслоить от этого всего, что происходит. Это я так думаю. Может быть, если мы согласитесь, может быть, нет. В этом точке зрения, как ваше мнение по этому поводу, хотелось бы подумать. Спасибо. Так как Байден не является руководителем и не является человеком, который принимает решения, то совершенно не нужно его импичить. Потому что тем более импич невозможно у демократов в двух палатах Конгресса большинство голосов. А его можно убрать совершенно другим образом, просто сделав одно обследование. А это обследование покажет, что у него когнитив-дисодер какой-нибудь, и он уходит. Проблема демократов не в том, чтобы убрать Байдена, это достаточно несложно. Проблема демократов в том, что они сами себе подставили подножку, дав ему во вторые Камалу Харрис. Когда они искали вице-президента, то она возникла как некий антипод тому, что он пожилой, белый, достаточно умеренно богатый. А здесь вот она, пусть она не черная, но она наполовину островитянка, выглядит как черная, спозиционировала себя все время как афроамериканка. В Калифорнии исполняла, сначала она была главным прокурором Сан-Франциско, потом стала главным прокурором Калифорнии. То есть, у нее есть послужной список, хотя он ужасный на самом деле, Калифорниция ее на друг не переносит. Но с точки зрения всей страны, как бы она работала хорошо, оттеняя цвет и всякие другие проблемы Байдена. И я думаю, что она уверяла всех, что она абсолютно ручная. Но за время того, что она была вице-президентом, она доказала, что она фантастически плохой руководитель. Слушай, вице-президент это тот человек, которого назначают на какую-то работу. То есть, во-первых, это тот человек, который должен все знать, потому что, если не дай бог, что-то происходит с президентом, надо, чтобы новый президент, вице-президент был в курсе всех дел. То есть, а, он должен быть, как бы, тенью президента, но, кроме того, ему еще и даются какие-то определенные участки. В свое время Байден получил участок, там, переговоры с Украиной, да, переговоры с Китаем. Вот Китай, Украина были его. Ну, те места, от которых он потом взятки получал, да. По крайней мере, его сын получал взятки. Мы уверены, что это Байден получал, но не можем, так сказать, не пойман, что называется, него. А, значит, Байден получал задания и их делал, хорошо, плохо, но делал. А Камала, которая, первое задание она получила, это разобраться, что происходит на границе с Мексикой, она просто удрала. То есть, она просто ни разу там не появилась. Она начала ездить по заграницам, говоря, что причины иммиграции находятся не в Америке, а вне. И вот мы должны там в году раз послать много денег и построить там такое, значит, такое хорошее общество, чтобы людям не хотелось ехать в Америку. То есть, построить там уровень жизни выше американского. Ну, де-факто она полностью сбежала. Все остальные дела, которые на нее пытались, так сказать, класть, делать, назначать ее, она либо сбегала, либо не делала, либо проваливала, либо, так сказать, еще каким-то образом показывала, что она еще хуже Байдена. И вот теперь огромная проблема у левых, которые понимают, что Байдена надо менять. Они-то думали, что они додержат его, там, скажем, до выборов 22-го года, а потом под конец его срока поменяют его на Камалу, и Камала уже придет к выбору, будучи президентом, а народ, она была президентом, вроде ничего страшного не сделала, ну, давай ее, так сказать, выберем еще один раз. То есть, подготовить ее к президентам. Они понимают, что, во-первых, надо менять Байдена как можно скорее, а с другой стороны, уберешь Байдена, придет она, и она успеет показать, насколько она некомпетентна и т.д. Пройдет там первые 2-3-4 месяца будет эйфория, там, первая женщина цветная, там, ну, и тому подобное, знаете, все эти истории, как обычно, да, вот. А потом эйфория кончится, и инфляция ударит, и безработица ударит, и количество нелегалов ударит, и количество работ, которые уходят в Китай, там, или в другие страны, ударит. И это все выглядит, как при ком это делалось, а вот при президенте Камаль Гаррис. Нахрен нам нужен такой президент. Поэтому им сейчас надо продержать как можно дольше Байдена, а с другой стороны, надо его увольнять. А, чтобы вы понимали, если сделать, убрать, можно убрать на самом деле и Байдена, и его вице-президента, то третьим в линии становится кто? Нэнси Пелоси. Ну, ни один нормальный человек не думает, что народ воспримет Нэнси Пелоси, их президента, с благодарностью, да. Может быть, эти их 42% и скажут, ура, но остальные-то пойдут, так сказать, вооружаться просто берданками. А для того, чтобы вместо, скажем, Камалу провести в президенты, а ей предать вице-президента уже нормального, да, надо пройти Сенат, и Сенат должен с 60% голосов согласиться на то, чтобы этот человек стал вице-президентом. И тут у них большая проблема. Вот. Так что, видите, проблема, так сказать, Байдена, как бы по сценарию, должны были бросать, должны были убрать. Но должны были убрать через полтора, там, два года. Может, даже позже. А тут вот выяснилось, что надо его убирать срочно, а Камалу плохой кандидат, поэтому у них большая проблема. Приглушите радиоприемник. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте. Я совершенно согласна с Сергеем, который сказал, что это, безусловно, спланированная операция. Хорошо это спланировано или плохо, но это, конечно, все было сделано не просто так. Может быть, это даже левой ногой. Но кто-то хорошо заработал, это точно. Спасибо. Такой вариант тоже может быть, потому что отдать на 80. В том смысле, что... Заработать можно следующим образом. Туда послали триллион денег, накупили на полтриллиона, скажем, я не знаю точно, например, оборудования. По дороге 50% этих денег своровали. А сейчас, если вот по плану Трампа надо передавать обратно, то американцы посчитают, сколько получили. Спросят, а где же остальные 250 бренд-рапортеров, 400 танков, 6 самолетов? А их нету. Вот эти люди, есть такие, существуют, действительно, должны были очень нервничать, и пытались уговорить Байдена всячески оттягивать это и сделать это самым ужасным способом. Это единственное, что приходит в голову, когда кто-то заработал на этом. Про другие варианты я просто не понимаю. Ну, а действительно, все, что отправили туда в армию, мне это напоминает выход советских войск из Германии. Кто-то на этом тоже неплохо заработал в свое время. Добрый день, пожалуйста, Вауфи. Напоминает выход. Да, я хочу еще добавить, что когда леваки набрасываются на Байдена и ругают его за то, что вроде бы он ошибся, это, мне кажется, просто плохая маска для того, чтобы никто не догадался, что это все сделано не просто так. Спасибо. Давайте, спасибо большое, чтобы звонить. Добрый день, пожалуйста, Вауфи. Здравствуйте. Как Евгений сказал, вы высказали две точки зрения. Я слышала, а я не знаю, может быть, это один из вариантов, одной из ваших. От Хоуста, я не в фирме забываю, как его зовут, тот, который ведет программу вместо Раша Лимба. Он сказал, что эту администрацию специалисты предупреждали, что если вы будете действовать так, как они действовали, то падают такие-то, такие-то, такие-то точки, и будет, ну, как говорится, будет то, что произошло. Они заявили, что мы все равно будем делать так. Так что, я не знаю, это было спонировано или это упрямство идиота, или что это, но они знали, что это будет так. Поэтому их нужно как можно скорее убирать от управления, потому что это просто враги Америки. Спасибо. Ну, с последним утверждением я согласен. Да, ну и, честно говоря, вот и наши радиослушатели об этом говорят, да и вы упоминали, средства массовой информации, очевидно, все-таки получили отмашку и стали, так сказать, предъявлять претензии Байдену, лично Байдену. И, наверное... Семен, я тут должен рассказать, как работает СНН. Значит, СНН уже много лет, а может и никогда, не являлась местом, где собираются свободные журналисты, которые ведут журналистскую деятельность, как мы ее понимаем. А каждое утро, там, 8 утра, или там, 9 утра, сейчас неважно, все те, кто должен в этот день, сегодня выступать, писать, что-то делать, все сотрудники СНН подключаются к... Значит, типа... Селекторное совещание. Совещание, да, так сказать, идет там по какому-то, их там, специальному каналу. Ты не можешь просто так. Кстати, Веритас дважды подключался, потому что ему кто-то сбросил, значит, этот самый, кто-то сбросил шифр, порой. Значит, они подключаются, и им говорит президент их компании, либо кто-то, кто сегодня вместо президента, что сегодня надо говорить, какие ключевые фразы употреблять, и о чем говорить вообще нельзя, а если, значит, кто-то из их гостей что-то упоминает, его вырубать там и тому подобное. То есть, у них идет абсолютный инструктаж никакого обмена мнений, инструктаж о том, что сегодня надо говорить, делать и прочее, и прочее. И вот если вдруг все они начинают говорить о том, что Байден там что-то не то сделал, там, нехорошее и тому подобное, это просто означает, что руководство СНН получило из некого своего хозяина, может, это Национальный комитет демократической партии, может, это Сорос, может, там кто-то еще, но хозяин сказал СНН, а потом это, значит, утром всем им сообщено, что надо сегодня говорить. Поэтому все, что мы слышим по СНН, если один что-то сказал, будьте уверены на всех сторонах каналах скажут все то же самое, и это значит, это позиция неких политических людей, которые есть сегодня во главе или дергают за ниточки все это. Совершенно верно. Ну, честно говоря, мне показалось, вернее, еще недели три назад я сказал, что у меня складывается такое впечатление, что Байдена сольют в ближайшее время. Ну, у них проблема, еще раз, у них проблема. Проблема есть, но они умеют решать эти проблемы. Я высказал как предположение, что на футбол... Сейчас надо купить несколько, ну, там, десяток сенаторов, республиканцев, для того, чтобы они утвердили того вице-президента, кого, так сказать, демократическая партия захочет, кто и будет, де-факто, потом нашим президентом. Я не думаю, что это для демократов большая проблема. Мы уже с этим сталкивались. Ну, они купили 17 человек, чтобы разграбить Америку. Да? Так что это для них небольшая проблема. Денег у них, как у дураков-антиков. Возможно, проблема. А, возможно, проблема. Мы не знаем. Мы не знаем, на что республиканские выборные лица готовы продаваться, да? Для чего они готовы? За деньги продать, что называется, голос свой. А для чего нет? Не знаем просто. Поэтому я думаю, что проблема. Окей. Хорошо. Так или иначе, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно. И до следующей встречи. Будьте нам здоровы. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...